Доброе время суток Как дела? Как выживает ваша мастерская в условиях таких температурных перепадов и ужасных снегопадов? У нас вода подбирается уже к порогу и думаю сейчас вернусь и буду пробивать слив, потому что уже бассейн. Так что я думаю выживем. Ну дай бог да. Ну что ж, переходим к теме нашей сегодняшней программы, которая у нас простая и удивительно интересная, как и все то, что связано с интернетом. Покупка запчастей на разных платформах. Ну сейчас про Алиэкспресс. Я просто освоил только Алиэкспресс, поэтому передача будет убогая только про Алиэкспресс. Ну да, давай, поехали тогда. Как это делается? Что такое Алиэкспресс вообще? Дешевле ли там, дороже ли там? В чем опасности вот все это? Очень странно. Запчасти, как бы изначально это была дешевая площадка, все из Китая, все очень дешево, прототипы всех деталей, которые есть во всем мире, которые стоят очень дорого и точно такие же детали китайские. Вот. И все было хорошо, но потом потихонечку там, я не читал никаких новостей, но потом, как ты смотришь, кто продавец, откуда, с какой страны, потому что теперь уже разные страны там, а может это сразу было, я не знаю. И поэтому ты можешь деталь какую-нибудь купить, думая, что она дешевая и китайская, а она, оказывается, и не китайская, и не дешевая. И что в каком-нибудь каталоге ты можешь купить точно такую же деталь за такие же, а то и дешевле еще деньги. То есть, такие подвохи есть. Ну, то есть, как бы, если начнете заказывать, то сперва промониторьте все, и не заказывайте, вот понравилось, сразу хочу. Во-вторых, значит, детали, если они чисто сделаны в Китае, и они точно идут из Китая, ну, там есть такие окошки, которые загораются, и там написано или из Китая, или из Турции, или из Америки, или еще откуда-то. Тогда выбирайте, допустим, китайскую и очень дешевую деталь, вроде все хорошо. Ну, курс у нас поднялся, естественно, все детали немножечко подросли, конечно, это понятно. Вот. Сразу себя перебью. Да нет, не буду перебивать. Давай, да, действительно, не перебивай. Пойдем по плану, значит. Сам много заказываю запчастей и на свой мотоцикл, но в том числе иногда кому-нибудь тоже. Значит, смысл какой? Если это детали, которые не должна работать, она просто должна висеть, тихо, красиво висеть там. Вот это изумительный вариант. И дешево, и висит, и ничего не происходит. Если деталь, на детали надо прыгать, то есть вероятность, что она сломается или погнется. Это имеется в виду не сами подножки, а вот именно кронштейны. То есть, стандрайдить и потом прыгать на ней, чревато тем, что она во время каких-то действий просто может сломаться. Это может такое быть. Значит, если я, допустим, покупал себе поворотники, то есть мне пришел мотоцикл, что произошло, непонятно, то ли их украли, то ли что-то с ними произошло. Короче, у меня остался один светодиодный поворотник. Ну, в общем, такие маленькие, у Харлея такие поворотники, похожие на маленькие часы такие. С крышечкой там лампочка вставляется, но если там ЦВО идет, они идут светодиодные. Они сразу бешеных денег стоят, потому что они там в Америке сделаны и все там с резиночками. Ну, если хочется, чтобы тоже светодиод светился, то на Алиэкспрессе можно купить. Но можно купить и в американском каталоге. Вот. У меня был как раз американский качественный такой продукт, вставлен, все, он светит, все. Заказал, пришли, недавно. Начал вставлять. Значит, цоколь, проводочки и такая пластина с множеством светодиодов. Вот. Причем он может двойной или два красных, или может белым светить, если спереди, и ободками поворотники. Ну, то есть, вещь хорошая. Ну, в чем разница? Ну, изготовление, конечно, сразу видно немножечко не то. Но отличается вот это от американского тем, что там торчит резиновый такой, ручка такая, и ты вставляешь этот цоколь, проворачиваешь его, потому что лампочка любая, значит, она как бы типа на полоборотика входит. Она должна зацепиться, да? Да, этими хвостиками. То есть, хвостики подошли, вот эти вот пупырушки, все, встало. А как повернуть, непонятно. У тебя торчат только два провода и кусок, и смола какая-то, и все. И ты не знаешь, как повернуть. Взяться за пинцетом, за провода и крутануть, и оставить себе в руках провода. В общем, ну, тут, короче, надо постараться, чтобы хваткнуть. Ну, удалось? Удалось, да. Ну, это надо, надо соображалку иметь. Ну, а светят хоть как? А вот светят, я поставил американские и китайские, вот светят одинаково. Вот просто одинаково. А цена? А цена, это было две тысячи за четыре штуки. Две тысячи рублей за четыре штуки? Две тысячи, плюс доставка, что там, сто двадцать рублей. Две тысячи сто двадцать рублей, четыре. И теперь у меня сзади красный стоп и поворотник красный, спереди желтый, и светятся светодиодами белыми. То есть у меня теперь три таких светодиодные фары и светодиодные эти. Прекрасно. Ну, когда ты уже вставил и закрыл, и, в общем, все одинаково. То есть разница получается в том, что сложнее инсталлировать, установить, да? Ну, это именно вот эта вещь. Значит, пару дней назад, там, ну, может, недельку назад, нам привезли мотоцикл Харлей. Надо поставить радиатор. Родной течет. Так. Человек уже пытался запаять, там, заварить, но что-то у него не вышло. Но он решил, что надо купить на Алиэкспрессе. Это сам он решил, ни с кем не советуюсь. И привез. И нас попросил просто установить. Просто. Это было непросто. Вот просто установить, это было непросто. Потому что мы сняли два радиатора. Они очень похожи, только нет значка... Харли Девисона. Харли Девисона, да. Ну, так все. Хорошо, все, винтики, все. Резьба есть везде. Ну, ушки все, ну, вроде все похоже. Хоба! Ничего не подходит. Ну, вообще, ничего не подходит. Ни один размер не совпал. Ни по ширине, ни по высоте. То есть, есть какие-то посадочные отверстия, или щели в раме, там, что-то такое, да? Да, нет, там есть, допустим, там еще нужно прикрутить вентилятор. Под вентилятор там есть резьба. Значит, если ты ставишь вентилятор, то дырки не совпадают. Естественно, сверлить, нарезать резьбу в радиаторе ты не будешь. Значит, пришлось портить Харлиевские детали. И вот, и другого варианта нет. А по качеству? А вот по качеству, а, значит, допустим, у вырода, у них, значит, очень мало места. Ну, очень мало места для радиатора. И поэтому шланги, которые, патрубки, которые выходят, они, значит, определенного размера. Ну, китайцам плевать. Они сделали больше. Поэтому, когда ты одеваешь шланг, и чтобы он все-таки прикрутился туда, он переламывается. То есть он переламывается, но он как-то работает, но уже поток как бы меняется. И вот сколько он поработает, я не знаю. Поэтому, значит, логика такая. Если вы хотите купить какие-то детали, покупаете красивые шалобушки, ради бога. Но вот детали, связанные за то, за что отвечает мотор. Тут нужно подумать сто раз, да? Лучше подумать. То есть экономия может вылиться в такие деньги, что... Ну, при условии, что экономия не в два раза, например. Потому что серьезная экономия, тысяча долларов в Америке и, там, 500 долларов на Али. И, в принципе, это аргумент, конечно, даже... Да, ну, есть еще, там, все-таки какая-то бывушка. Можно сэкономить. А, ну, существуют же всякие разные и другие платформы, правильно? Насколько я знаю, ну, много, где можно что заказать. И почему Алиэкспресс лучше других? Да, честно говоря, все очень перекликается. Ну, вот, куча паролей. Ну, на самом деле, на самом деле, возможно, ну, знаете, вот, допустим, берешь Парс Европы, Парс Евро. Допустим, берешь, там, еще какой-нибудь каталог. Их очень, как бы, много. И ты открываешь, и, в принципе, все те же товары, все они там. И все примерно по одной и той же цене. Примерно. Иногда в каталоге каталог изощрился и заключил договор с какой-нибудь другой компанией, которая, вот, допустим, этому каталогу не приглянулась. И вот есть какие-то детальки незначительные. И ты смотришь, о, да, смотри, еще здесь вот эти штучки есть. Ну, а, в принципе, 95% это почти один и тот же товар. А американские, прости, забыл, как называется огромный. Американские, прости, господи, да? Да, есть Алиэкспресс, это же у нас Китай. Это Китай, да. Но, честно говоря, вот, я как понял, что это... А, и eBay, конечно. eBay, это типа вот такая схема каких-то аукционных вещей, там, значит, бэушка там, новая там. Это, в общем-то, Авито. Ну, по-нашему, это Авито. Допустим, в Америке такой же сайт, как у нас Автору, с такими же красно-белыми цветами, есть, называется, Cycle Trader. Вот, там частники продают свои мотоциклы. Вот, причем очень все похоже, так, ну, есть какие-то у нас плюсы, ну, свои. То есть, ну, у каждой страны свои законы там есть, скажем так. И наши удобнее для нас, но, в принципе, все то же самое. Вот, единственное, что так как у нас нету рынка в стране, у нас нету таких каталогов, которые, ну, надеюсь, когда-нибудь кто-то решит это сделать. Но из-за нашей таможенных вот этих логистических вещей это будет крайне сложно. По сути, что такое каталог? Толстенный, 10-сантиметровый каталог, там, Джон Дирк, там, ну, в общем, их очень много. И, по сути, они же ничего не производят. Это компания, которая потратила огромные деньги на вот складирование и закупку. Я даже не уверен, что это закупка. Это, возможно, что даже поставки... Думаешь, отнимают? Это, я думаю, что даже поставки с целью реализации. Нет, но то, что ты когда приезжаешь на этот склад, ты видишь, что этот город, он весь шевелится. Там ходит всего лишь 5 человек, ну, там, ну, 10, блин, максимум. Вот. И это все вот эти вот стеллажи с вещами, с одеждами, с колесами, с резиной. Я думал, это сидит человек, берет это колесо, тащит, значит, его кладет в коробку, значит, там что-то... Вот это вот, значит, это там... Такая деталь находится, там, полез наверх на лестницу. Ну, я вот так представлял. И когда я увидел, что, говорит, а вот ваша коробочка, вот ваш заказик пошел. И коробка идет, из нее там бум-бум-бум сверху колесо, там, сперва колесо, потом это, потом это, потом... Потом, значит, такая упаковочная, потом, значит, эта коробка чик-чик-чик-чик вот так закрывается. Автоматически все, да? Да, и она уже, говорит, в машине. А вот эти, говорят, когда вы звоните, ой, слушайте, выложите из коробки и положите еще вот это. Они говорят, это уже все, говорит. Я вот смотрю, значит, и думаю, ну, это денег стоит, это, блин, ну... Автоматизация вот это все. Вот это автоматизация, вот это учет, контроль, это... В общем, на складе работают людей в два раза меньше, чем в офисах. Причем вот этих каталогов у них каждая комната, каждая комната, это отдельная страна или регион. Вот, значит, если это Россия, Украина, там, Прибалтик, оно, в общем, русскоязычное, там работают и русскоязычные. Они не обязательно русские, они могут быть как раз украинцами, прибалтами, могут быть кем угодно, главное, что он узнал русский язык. Он не обязательно будет русским, потому что когда иногда там в переписке, в общем, надо позвонить, там что-то уточнить, там бывают всякие нюансы, там, отрекламировать-то проще. И, значит, на Болгарии сидят болгары. То есть на Болгарию сидят болгарские отделы, болгары. То есть, ну, все грамотно. Получается, на каждую страну, наверное, да? Нет, ну там, значит, на каждую страну или на какой-то регион. У нас страна огромная и много русскоязычное вот это вот постсоветское пространство. Там, зачем держать казахов для Казахстана, когда все понимают по-русски. Поэтому у нас российский самый большой отдел. А можно говорить о выборе? Ну, например, те же самые колеса, да? Я исхожу из того, что я вижу в магазине ОК или в магазине Лента. Ты заходишь и лежит прямо в центре зала, ну, перед гололедом, перед началом сезона, там, шипованная, не пойми, какая резина, не пойми, где сделана. Ну, дешевая, зато красивая, новая такая, вонючая, резиной там, и пахнет. И ты понимаешь, что, конечно, они же не могут здесь разложить нам и Нокию, и там, Бриджстоун, и там еще там что-то, да? Видимо, что-то такое вот, ну, совсем такое недорогое. То, что должно из-за цены как-то быстро уйти. Нет ли подобного эффекта на Алиэкспрессе? То есть, из-за огромного выбора, когда ты запрашиваешь колеса... Есть, есть, есть. Я сейчас заказал Харлеевские ботинки, которые я покупал за 20 тысяч рублей. Они на Алиэкспрессе в неограниченном количестве три. С доставкой три. 290, 2 тысячи 99. Они нравились, у меня, ну, они хорошие вспоминания. Я в них на дачи хожу. Ну, уже ездить в них нельзя, они уже непрезентабельные. Три тысячи. Потому что, видно, сделали какую-то там партию. Причем это оригинал. Вообще для меня это загадка. То есть, оригинальные... Оригинальные Харли Дэвидсон ботинки можно купить в Турции. То есть, ты выходишь на Алиэкспресс. Там написано, страна поставки, Турция. Нажимаешь на магазин, шикарный магазинчик, не Харли Дэвидсон. И в ботинке Харли Дэвидсон продают. Я, насколько помню, что Харли Дэвидсон должен всегда, если их не бренд, кто торгует не Харли Дэвидсон. И без лицензии, миллиардные штрафы, судебные иски. Авианосец иногда приходит. Да, да, да. Но, по-моему, там он все время стоит в этом. Бестолку, да? Они уже там, по-моему, не секут поляну. Да. То ли туркам вообще наплевать на этих американских президентов. Как и китайцам. Да. Я не могу это понять, но... Но ботинки 3000 рублей. Да. Да, это, конечно, впечатляющая цифра. Не, не, но вот, значит, допустим, те ботинки, которые стоят 20, у турок... Это коллекция 21-го года. То есть, каждый год определенная коллекция. Коллекция следующего... Год передвинулся. Эти ботинки сразу теряют в цене, там, от 30 до 50%. У дилерских они съезжают на первый этаж в раздел распродажи. Мы приехали в Дайтону, двухэтажный магазин. Просто двухэтажный. Ну, экскалаторы ездят. Там метров 100 только для собачек. Одежда. Харли Дэвидсон. Кости в форме Харли Дэвидсон. Ну, в общем, мрак. Там просто картины маслом написаны. Мотоциклы стоят с колясками. Вот. И все дорого. Ну, как? Ну, по американским меркам, недорого. Потом ты спускаешься на первый этаж. Заходишь в непрезентабельную дверь. И там шматья, блин, просто... Вот, просто вот... 200 метров шматья. Позапрошлый год, прошлый год. Позапоза, прошлый год. И цена так 10. Чем... Долларов. Ближе к... Ко входу, значит, 10, 20, 30, 40, 50. То, что стоило 350. Вот. А нам-то какая разница, какой там в Америке год? У нас Харлиевская кружка. Модельный год, да. Харлиевская кружка, Харлиевская куртка. Это вечная вещь. Это вечная вещь. Что ты каждый год покупаешь коллекцию, купил и ходи себе счастливо. В общем, мы там просто сошли с ума сразу. Алексей Марченко в студии, я напомню. И мы плавно переходим к путешествию в Словакию. А именно, тут прямо вот ты название прислал, прямо таким швейком повеяло, солдатам, да? Будыевице и... Прошу. Ну, значит, город Кошицы. Я не читал историческую справку. Ну, город очень древний. И много кошек. Ну, напрашивается. Кошицы, это же славянский язык. Кошицы, это не кошки. Кошки у них по-другому. Так что, Кошицы, это что-то такое. Ну, в общем, такой средневековый город. Самый ближний город к Украине. То есть, он прямо вот совсем близко. Ну, это к западной, к западенской, да? Да, там 20-30, там 40 километров совсем близко. Вот. И если вы хотите поехать, допустим, в Грецию, или там в Сербию, или там в Венгрию, вот по самому краю, то есть, вот въехали в Польшу и сразу повернули налево. Я один раз так повернул налево, что... Это куда-то, к Франкфурту, да? Нет, нет, нет. Вот не надо туда ехать, в Берлин, там, в Германию. Зачем туда пилить потом? Это крюк. И вот, значит, ты сразу вдоль белорусской границы едешь. Я один раз еду, а дорога такая старая, узкая, и стоят два полицейских, два пограничника, причем на мопеде, но зеленом, с палочкой такой. И они на меня смотрят. Гринпис, что ли, зеленый? Нет, нет, ну, цвет хаки. А, ну да, да. Да, и они на меня смотрят, думают, а этот-то что здесь делает, по границе едет на мотоцикле. А на мотоцикле нет номера, это непонятно, русский ты или поляк. Вот, ну и, короче, если ты едешь вот так все время вдоль-доль-доль границы, потом Белоруссию проехал, потом Украину, и так все вдоль границы, ближе всего, то ты как раз попадаешь в эти кошицы. Вот, значит, там был небольшой автобанчик, который, видно, отремонтировали что-то, там сделали мост. В общем, неважно, я еду по навигатору, дорога раздвояивается, ну, то есть идет широкая дорога, потом ничего нету, не навстречу ничего. Превращается в две. Потом, значит, да, ну, посередине какие-то начали, то ли, полосочка, ну, что-то мне показалось, что все-таки она как-то раздвояется. Не было там камня написано, направо пойдешь, конец. Вот, 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 это как раз почти из этой серии. И я думаю, нет, тут логично все-таки направо ехать, а слева, ну, что-то мне подозревает, что что-то здесь не то. А навигатор, ну, типа, нет, нам сюда, а так как карты старые, ну, кто будет карты обновлять, купишь левые, вообще непонятно что. А родные, ну, они бешеные, неважно. Короче, и тут, значит, поворачиваю налево и спускаюсь. Я можно напомнить нашим слушателям, что Алексей еще очень живописно показывает все это руками. И те, кто имеет возможность и желание посмотреть, как это происходит, видеотрансляция идет у нас на сайте и на нашей странице ВКонтакте. Да, прошу, продолжай. Значит, спускаюсь, и раз, а там уже грядка немецких байкеров, и полицейские два уже им пишут что-то. В смысле, полиция остановила этих, да? Да, и, значит, когда я уже как бы из-за этой горочки, из-за горочки спустился, я сразу понял, что это встречка. И сразу понял, что здесь делают полицейские. В общем, как-то логика начала потихонечку ко мне приходить. Вот. И они, значит, типа мне машут, типа, все, ты приехал. Нет, типа, привет, а ты разговариваешь, нет? Нет, нет, нет. Вот сейчас все было наоборот вообще. Не с той серии, нет. Я, значит, подъезжаю, думаю, ну все, типа, вот это все, вот начали путешествие. Можно сейчас будет, наверное, ехать сразу обратно. А это, в принципе, в начале в самом путешествие получилось? Ну, как бы это второй день. Это второй день был, да. Середина второго дня. Вот. И, короче, этот. И тут, значит, полицейские подходят ко мне один, значит, а другой продолжают этим рисовать. И немцы такие начинают бумажки, ну, в общем, мечутся все немцы. И он подходит сзади, такой смотрит. А, говорит, русский? Я говорю, да. Да, конечно. Он говорит, ты назад, говорит, езжай слева, здесь одностороннее. А немцу, говорит, а ты иди сюда. И я сразу полюбил эту страну. Вот сразу, блин. Кошица вообще, лучший город, да. Сразу полюбил эту страну. Думаю, блин, все-таки братья славяне, вот они всегда выручают друг друга. Даже полицейские не штрафуют. И, в общем, мы заехали в этот славный городок. Но я, как и рассказывал, денег немного, но вы держитесь. И поэтому я стал экономить. И после Америки я вообще начал торговаться. Вот. И, значит, я на окраине спросил, сколько стоит отель. Мне сказали, что 70. Я доторговался до 50. Думаю, ну, ладно, если что, вернусь. Ага. Но до центра города так, это, да хрена шлепать пешком. Я думаю, нет, может там сейчас это. В общем, в центре города. Прямо вот в центре, в центре. Значит, ну, один там вообще за 200. Там просто такой весь старинный. А через дорогу, значит, написано отель типа у лошади. То есть прямо в центре города, где вот памятник Ленину, где вот... Нет, там у них называется этот чумной столб. Но вот по факту это памятник всемирному потопу. Где вот так вот земля и черепа торчат. Я-то пошутил неудачно. Ничего себе там у тебя. Да, но там Ленина... Кстати, вот в средневековых старинных городках европейских этот памятник, никто не знает, чему он. Все по-разному называют. Ну, вот эта вот земля, грязь вот такая вот перемешанная. И головы людей торчат из нее. И вот они называют это чумной столб. Что это такое. Ну, неважно. Вот, значит, я смотрю отель у лошади. Думаю, прекрасно. Лошади почему-то нет. Но я захожу, значит, смеркалось, короче. Уже звучит интригующе. Захожу, значит, я говорю, мадам, мне нужна эта... Номер. Она говорит, избу? Я говорю, не, 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 не. Я говорю, изба до хрена. Я говорю, просто номер. Она говорит, изба. И только через полчаса я понял, что по ихнему изба это и есть комната. Ну, в общем, что-то очень похоже. В общем, со ста мы договорились на 70. Она сказала, ну, тогда надо будет за парковку и за завтрак заплатить. Я говорю, нет, давайте сразу договоримся. 70 со завтраком и с парковкой. Она говорит, ну, хорошо, ладно. В общем, шикарно. В общем, жил в избе. Да, но в этой избе, значит, что самое интересное. Это единственный отель, в котором, значит, туалет находился рядом с кроватью за стеклянными блоками. В которых, конечно, конкретных вещей не видно, блин. Но ситуация понятна. Но ситуация, чем ты там занимаешься, и вот запах, вот все это, вот вообще отлично проходит. Ну, это, конечно, я... Это сколько, 50 евро? Это они сходили с меня еще 100 взять. Ужас. Ну, короче, я думаю, надо допросить, а там уже другая. Я говорю, мадам, в чем прикол, почему у лошади? Я говорю, весь отель обошел, нет у вас лошади. Я говорю, да, постамент есть, но нету лошади. Она говорит, понимаете, такая фигня произошла. Значит, нам, говорит, местный ветеринарный техникум, ну, теперь колледж, подарил, говорит, натуральную бронзовую лошадь. Мы на 10 лет, как выяснилось потом, но мы, говорит, ее поставили сюда, назвали отель уже... У лошади. У лошади, да. Вот, все шло хорошо, а потом они пришли и сказали, 10 лет закончилось, лошадь забираем. Так что, отель у лошади, без лошади. А чем объясняется все-таки вот такое присутствие унитаза прямо рядом с кроватью? Я не знаю, ну... Ну, может, тоже что-то лошадиное? Хэнд-граунд. Ну, типа, да, как в конюшне спишь, типа. Алексей Марченко, побывавший в городе Кашице. Кошице. Кошице. Это город или село? Не-не, это город, причем, ну, он очень красивый. Это вот просто вот средневековые, вот, с маленькими красивыми домами, кирпичными, наштукатуренными, много всяких вот этих католических церквей, огромных всяких. И там, чем замечательно, арка, как в Питере. О, арка, надо зайти в арку. Мы зашли в арку. Идем, идем. А она не кончается. Вышли на другом конце города. Мы такие, ни хренаж себе, блин. Повернули направо, смотрим еще арка. Зашли в арку, идем, 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 идем. А это дома, над нами стоят дома какие-то. И мы идем по этой арке. И выходим опять в центр города. Я думаю, блин, ну что за город? Слушай, может, это решение транспортной проблемы? Надо подсказать Беглову, и там, кто у нас занимается. Вот сейчас много разговоров про новую хорду, которая пойдет транспортная через прямо центр. Так вот, сделать, да. Параллельно Невскому, чтобы не шлепать со всеми вместе. Прорубить все так само, а не вы. Там, правда, у нас болото, как мы знаем, к сожалению. Не-не-не, снизу не надо ничего. Только сверху. Можно по второму этажу сделать. А что ел, что пил, что запомнилось? Ну, у этих... Должно же быть вкусно же должно быть. У братьев славян всегда с едой отлично. Вот что с едой у славян вообще всегда. То есть, что бы ты ни заказывал, тебе всегда понравится. Это тебе не Америка. Ну, вот смотри, вот есть Италия, говорят, вот итальянская, там паста. Ел я эту пиццу. То есть, славянская нифига не хуже, да? В Венеции ел пиццу. Хуже пиццы я не ел никогда в жизни. А лучшую пиццу я ел, самую лучшую пиццу я ел в Варшаве, в центре города. Ее пекли на моих глазах в таком вот полукруглой штуке. Такой он такой, нам все насыпал, засовывал, вытаскивал, она хрустела. Это была самая лучшая пицца, которую я ел. Я как, мы остановились съесть по одной, и потом после того, как была десятая, я понял, что надо уже уходить. А выпивка? Пиво? Там все пьют Бехеревку. То есть, это ликер. Там 25, 35, 45, 60, и в общем, понеслась. То есть, только цвет бутылки меняется, форма. И вот они, не, ну пиво чешское, это же Чехословакия. Как один чех на бензоколонке, я говорю, слушайте, а как вы развелись-то, как вы развелись, я говорю. Ну, он понимает, что мы хоть и братья славяне, но многих слов друг друга не понимаем. И он по-русски, он говорит, нам, у нас же в школе, говорит, учили русский язык. Говорит, ну, они все говорят по-русски медленно. Но чисто, вообще, просто как русский, но только как будто тормоз. И я говорю, а как вы так развелись-то? Я говорю, была огромная страна, она большая. Чехословакия. Чехословакия, да. Говорит, просто без нас это произошло. Я говорю, а демократия? А референдум? А почему нет санкций? Что за ерунда вообще? Их просто развели. Я говорю, так вас этот развели, чтобы вес была поменьше и с вами уже было попроще. Он говорит, вы только, вы только смотрите это, не сделайте наш подвиг. Алексей Марченко с рассказами о политике. Ну, о политике тоже всегда интересно, почему нет, да. Ты потом поехал куда оттуда? Я поехал в Протиславу. Это тоже, кстати, очень хороший город, потрясающий. Он, может, не такой, как Прага, но он, может, не такой красивый, как Прага, но он очень интересный. Он очень интересный. Там, значит, в отеле тоже со мной разговаривали по-русски, причем девке было 20 лет. Мы с женой обалдели, на рецепшене стояла девка 20 лет. Я говорю, так вы уже в школе не учите русский язык. А меня, говорит, родители, говорит, дома учили и сказали, говорит, учи русский язык. Она говорит, нас в школе уже не учат русскому, а меня, говорит, родители учили, говорит, в этом есть перспектива, не учи английский. Представляете, как это? А почему, как, что вообще? Вот поездки встречаются с тебя такими людьми, и тебе такие, блин, информация такая приходит, и ты не знаешь, что с ней делать. Ну, как? А потом, когда проходят годы, и ты начинаешь все вспоминать эти рассказы, и бам, какой-то пазл создался. И ты стал сразу что-то понимать. Вот это, конечно, вот эти поездки, они, я... Открывают глаза на многое. У меня дома столько, чего не хватает очень важного, и жена говорит, слушай, надо кончать, надо кончать, и, говорит, надо уже хотя бы мебелью заняться. А ты все в путешествии на путешествии? А я такой стою, да-да-да, конечно, сейчас, сейчас, сейчас все брошу и побегу за диваном. Привезешь нам магнитик для моторадио? Ну и потом, опять же, все твои рассказы, как и рассказы других участников программы. Вот сейчас у нас новый проект, я надеюсь, и ты там окажешься. Хроники путешествий, замечательная программа. Хроники путешествий? Да, да. Ну, вообще-то путешественники, они тоже хроники. Хроники, да, совершенно верно, да. Большое спасибо. Я к тому, что твои, вот эти твои рассказы, они просвещают огромную нашу аудиторию, которая растет, и мы не нарадуемся. Я очень радуюсь. Все больше и больше, да, людей. И потом это интересно всегда, потому что это не придумать практически. Да, такую хрень не придумаешь. Как немцев одели все-таки, чехи, да, Словакия. Вот, а тебе сказали, парень, ты, конечно, едешь по встречке, развернись, давай вот туда, встречка там вот закончится, да. Да, Алексей Марченко в программе «Байки про байки». Спасибо большое и до следующего четверга. Да, всего доброго. Счастливо, пока. Субтитры подогнал «Симон»!